В мероприятие приняли участие российские и иностранные студенты, изучающие филологию и лингвистику в Восточном институте Школы региональных и международных исследований ДВФУ. Акция состоялась в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и подготовки к 85-й годовщине событий на озере Хасан. 50 человек приехали, студентов и преподавателей в Хасан, чтобы увидеть эту священную землю, где 85 лет назад 11 пограничников защищали рубежи Советского Союза. Студенты в течение учебного года знакомились с русским языком. Отметим, что наставник иностранных студентов Ольга Матвеевна Батраева ранее работала в Хасанском управлении образования, а сейчас преподает русский язык на Восточном факультете ДВФУ. Возле мемориала память состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали жители поселка, школьники и члены Совета ветеранов. Возложив цветы к памятнику героям хасанских событий, ребята провели экскурсию по школе. После чего делегация отправилась на озеро Хасан и сопку за Озерное. Студенты из Китая, Южной Кореи и Японии читали на русском языке стихи Светланы Ковалевой. Дочь и внучка поэтессы, которые также приехали на встречу, пели песни на стихи Светланы Викторовны и подарили гостям сборник ее произведений. Орудие замолчало, перешли к атаке штыровой, друг друга поднатискал два парня, навсегда остались на гостях, умирали и падая на губни, трудно защищали. Их поразило то, что школа находится на стыке трех границ и вообще поселок находится на стыке трех границ. Они увидели из окна школы и Китай свою родину, и Корею, и далее, когда показали, в какой стороне находится открытое Японское море, это тоже было все знаменательно. Было очень трогательно, потому что ребята и русские, и иностранцы, они прочувствовали, что несмотря в какой бы мы стране ни жили, мы все равно патриоты своей страны. В акции также принимали участие дети одного из участников специально военной операции, которой передали школе Хасана пророщенные каштаны, привезенные из Донбасса. Закончилась международная встреча в школьной столовой, где гостей угостили русским борщом со сметаной и блинами. Ольга Полевая, Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.